этот урок посвящен панели guides здесь у нас мы видим направляющие сетки привязки к ним и так чтобы создать направляющие нам нужно либо так вот перетащить из линейки вот эти линейки надеюсь у вас есть либо кстати можно и отменить это действие если у вас линеек здесь нет то кликните правой кнопкой мыши в любом пустом месте и найдите rulers поставьте галочку итак второй способ создания направляющие это также кликнуть правой кнопкой мыши найти guides здесь вставить либо горизонтальную либо вертикальную направляющую также можно задать точные параметры позиции этой направляющей и поставить галочку вставить эти направляющие во все сцены либо в одну только по умолчанию галочки не стоит поэтому я оставлю только естественно в одной сцене потому что у меня одна ok и вот еще один момент у меня сейчас не стала направляющая потому что у меня здесь не стоит вот эта галочка guides я поставил теперь могу установить управляющую точное местоположение этой направляющей я могу поставить по линейке вот сейчас стоит на 200 но здесь точность такой не добиться и можно только добиться если кликнуть на ней два раза и здесь уже установить вот я вижу что я ошибся на какие-то доли я здесь могу поставить 200 и ровно направляющие можно здесь отключать включать и также линейки включать выключать здесь у нас привязки направляющим если я создал объект сейчас то он будет как бы примагничиваться направляющей как я уже сказал я часто пользуюсь направляющими для меня так удобнее лично устанавливать какие-то объекты выравнивать здесь у нас также есть блокировка направляющих чтобы мы не могли случайно их передвинуть и чтобы они вообще нам не мешались блокировка я сниму можно поставить другой цвет для направляющих так же их удалить но после удаления мы их не восстановим лучше воспользоваться кнопкой отключения если они вам нужны будут в дальнейшем допустим то просто их отключить кроме направляющих у нас есть сетки сетками я реже пользуюсь также можно включить привязку сеткам выбрать какой-то размер сейчас этот квадратик одна ячейка сетки равняется 20 на 20 можно изменить также единить цвет и положение объекта на сетке либо сетка сверху либо она под объекта вот сейчас объект находится как бы выше сетки если я переключу то сетка накладывается на объект здесь настройки привязки к пикселам и кнопки к пикселам либо к объектам сетку я отключу и раз уж получился такой короткий урок то покажу еще одну панель это контент здесь мы видим две кнопки movie и library библиотека movie это то что находится у нас сейчас на сцене вот мы видим что у нас находится шейп одна сцена здесь какие цвета здесь мы видим что у нас голубой цвет с черной окоемкой это относится к окоемке формы можем здесь сразу настраивать а библиотека это то что мы помещаем в библиотеку допустим мы можем от шейп поместить библиотеку здесь параметрах вот эта кнопка поместить библиотеку здесь даем какое-то имя допустим я один просто назову и вот она у нас находится в библиотеке для следующего примера я поместил на сцену очень тяжелую картинку она весит четыре с половиной мегабайта если я сейчас сделаю из нее флешку это будет диван флешка диван у нас теперь весит четыре с половиной мегабайта почти когда помещаю этот диван в библиотеку вот она в библиотеке затем я ее удалю и сохраняю диван один допустим то у нас размер не увеличивается если у нас в библиотеке есть диван он не будет засчитываться на флешку раньше я в первых по моему свеж макс такого не было из библиотеки здесь размер увеличился если библиотеке что-то находилось сейчас такого не происходит кстати еще один момент вы знали заметили что диван сейчас превратился в мой клип мы это можем вернуть обратно брейклинк вот он обратно превратился в картинку но из библиотеки он не исчез следующая панель у нас компоненты это большая тема поэтому перейдем к следующему уроку о компонентам